Болельщики баскетбола ликуют. Сезон открыт. В рамках единой лиги ВТБ БК Химки встретился с саратовским автодором на родном паркете. Первые минуты турнира заставили химчан изрядно поволноваться. Гости оказались быстрее и вышли вперед. Но еще до конца первой половины Копанин, Лаверн и Ханикат отыграли химкам отрыв с разницей в 9 очков. Несмотря на напряженную борьбу, вера в победу болельщиков не покинула. Ни одна команда ВТБ прошлого года не настроится на автодор в первой игре. Все все равно будут считать дворовой командой. Ну, первая встреча, новая команда почти половина, даже больше. Жаль, игроки наши основные не играют. А вы специально связали подсвет нашей команды? Да, конечно, конечно. Нормально, все будет хорошо. Почему по-вашему сначала неважно начало? Начало сезона, скорее всего, не до конца сыграли с командой. Еще нету, есть стартовое волнение, но я думаю, сезон мы выиграем. Первую встречу сезона посетил глава города. Олег Шахов признался, что за нашу команду всегда горячо болеет и старается посещать все домашние игры. Действительно, очень переживаю, болею и вложил много сил в то, чтобы морально, в то, чтобы наша команда занимала самые высокие места. Как представитель Памчинского совета, приходится решать еще ряд вопросов, связанных с игрой этой команды. Самыми результативными игроками по итогам встречи признаны Петери Копанин, Жафре Лаверн и Марко Попович. Несмотря на то, что, по словам тренера, еще за три дня до матча у последнего была температура. Команда Бакахимки выиграла со счетом 89-63. В принципе, было все неплохо. Поиграли на большой ротации. Вы знаете, нас с первых игр уже преследует неудача. Мы потеряли Пол Дейвиса, ему дважды сломали нос. Мы потеряли Джеймса Аугустина, у него стрессовый перелом ноги. Не знаем, когда они подключатся. Следующую игру Бакахимки проведут на родном паркете 15 октября в рамках Кубка Европы. Команда соперник ВФ Рига.